Приветствую вас. Я понимаю ваше состояние, я понимаю ваши вопросы, но реальность такова, что ваши вопросы далеко не все можно разбираться с точки зрения этики. Не все ваши вопросы вам что-то дадут, то есть не все ответы на вопросы вам что-то дадут. Самое главное, на что вам нужно обратить внимание, на мой взгляд, следующее. Во-первых, то, что вы их изначально терпите, потерпите, именно терпите и ругаетесь. Это не выход из ситуации. Нужна своя четкая позиция, нужно грамотно, спокойно ее отстаивать, продвигать и прочее. Не ругаться. Если вы ругаетесь, вы уже проиграли, что и чувствуют родители вашего мужа и ведут себя соответствующим образом. Следующее. Это некая такая потребность, что ли, в том, чтобы муж говорил за вас слово. Ну, он конечно может это делать, но не должен. То есть, здесь немного странно, вы выбирали человека, вы выходили за него замуж, не знаю какой он. Ведь основа для отношений как раз таки безусловное принятие друг друга. И вы же знали, какие свокры у вас. Вы же знали, какие родители вашего мужа. Но то, что описываете вы, звучит как неожиданность. Ну вот, неожиданно мой муж оказался таким. Неожиданно мои свокры оказались такие. Это несколько странно, потому что муж ваш, скорее всего, не менялся. Он, скорее всего, таким был. Каким вы его описываете и вопрос изменений, это немножко другой вопрос. Родители мужа. Какими были, такие и есть, это тоже. Ну, вопрос немножко другой. Но вы здесь, первое, хотите поменять мужа, что уже говорит о том, что вы его не принимаете. А значит, не говорит о любви. А значит, говорит о других основаниях для отношений. Да? И, во-вторых, вы, ну, такое ощущение, что перекладываете ответственность за себя на другого человека. Дальше. По поводу барьеров. По поводу книг. Книги-барьеры. И того, что вы поговорили с психологом. И того, что вы эту книгу почитали. Как-то я не очень понял, а что вообще было дальше. Ну, то есть, пришли к психологу, посоветовала она вам эту книгу. Вы ее почитали и... После этого вы сразу говорите про интимную жизнь ваших мужем. Ну, это немножко не то. То есть, это проблема. Но вы подозрительно резко перескочили на другую тему. Так что? Вы почитали книгу? Что вы для себя извлекли? Что вы применяете из этой книги? Что вы делаете? Вы поговорили с психологом? И что? Проводили ли вы терапию? Или это была одна беседа? То есть, как бы... Ну, вот как-то вот по существу, да? Давайте постараемся раскрыть этот момент. Момент. А то вы говорите про книгу, а потом сразу же на интимную жизнь с мужем проскакивает. Ну, как бы... Так, мое ощущение просто, что помощь, которую вам оказывают, вы не принимаете или... Не принимаете несерьезно или как-то так. Дальше. Проблемы в интимной сфере. Связаны с тем, что вы с мужем не совпадаете по ролям. Вот. Ну, к примеру, вы для него, может быть, в большей степени либо ребенок, либо мать. Ну, в зависимости от того, какой характер ваших отношений, просто я не знаю. Не могу сказать, наверное, как здесь. Мне кажется, нужно... Дополнительное пояснение, да все лучше. С вами обоими поговорить. С вами и вашим мужем. Дальше. Понимаете, какая штука в том, что касается родителей? Да. Родители ведут себя, конечно, без уважения к личным границам. Важен. Это правда. И требуют от вас через чего-то и спрашивают у вас что-то и так далее. Но. 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 При условии наличия у вас четкой позиции и четких личных границ, уверенности в себе, а не такой истории, что вас это задевает, что вас напрягает, что вы вся на нервах. А нервность здесь, скорее всего, связана с долгом, с сомнениями. А вдруг они правы, а вдруг я дал жена. Все бы у вас было нормально. Постучались бы родители в закрытую дверь и начали бы искать другую. А так, зачем им что-то делать, если вы позволяете себя, грубо говоря, отсчитывать? Ну. Вас же можно посадить, чтобы отсчитывать? Можно. Ну и все. Ну. Значит, не говорите? Нет, я не хочу услышать. Я... У меня как бы есть другие дела. Извините. Я уверен в том, как я поступил. Нет. Так не говорите. Кто ругается столько, как я и сказал, кто ругается, тот проиграл. К сожалению. Ну или к счастью. Или к счастью. Не знаю. Вообще к счастью. Потому что... Такое поведение не получает подкрепление. Далее. Вы говорите, что... Хотите сохранить брак. Честно говоря, меня это несколько настораживает. Потому что... То есть хотите сохранить брак. Вы, конечно, молодец. Но... 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 А как же сам человек? Ну, то есть я имею ввиду, человек сам. С ним там отношения. Как? Какое место занимают? Сам человек какое место занимает в вашей жизни? Ммм... Ведь у вас есть... Важные отношения с ним. Не отношения в браке. А отношения с ним. У меня такое ощущение, что вам важен именно брак. Больше, чем сам мужчина. Дальше. А... Последнее. Может ли измениться... Человек? Может. Если... У него есть мотивация меняться. То есть... Ну, собственно, если он хочет меняться. Если вы способны замотивировать человека. Менят... Самое, что без мотивов. Ммм... Ну, зачем? Соответственно, все устраивает. Это первое. Второе. Если меняется поведение ваше. Если вы свое поведение измените, изменится поведением вашего мужа. Потому что отношения в семье – это система. И меняя один элемент системы, меняется вся система. Поэтому начинать нужно с себя. И меняться, в первую очередь, вам самой. И сменитесь сами. Ну, в общем-то... Проблем не будет у вас. Ну, при условии, конечно, как... Конечно, что вы любите друг друга. Ну, при условии, что есть чувства. Вот. Ну, в целом... Вам нужно достаточно... Какое-то количество собственных проблем... Решить. Вот. Чтобы быть более целостной личностью. И тогда уже приступать к... Налаживанию отношений. С мужем и свёкорами. И, говоря налаживанию, я имею в виду... Занятие чуткой позиции, которую вы будете продвигать. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Очевидно, что... Удачи. Удачи, игноч nazому десятилет posible чтобы найти эту систему великой. Здce white. Продолжение следует...